И там можно обрезать ее, а у нас нет. А вот есть другая ремонтантная. Но вы, как неогроном, вы откуда знаете, какую обрезать, какую нет. Не знаю, поэтому страшно. Поэтому малину лучше всего. Я этим уже 65 лет занимаюсь, 20 лет начал. Ну и все тут закончил и начал заниматься. По верхней, и пошло дело. Вот. Так вот, отрезать надо только макушку, сколько цветет. Вот сколько цветет, сколько отрезать. Понимаете, на зиму. Почему? Если не отрежешь, малина будет мелкая. А чтобы была крупная, надо отрезать. Но не под корень. У меня 200 ремонтантный. Одну не режем, ничего. Засыпанная ягода. Не режем. А другую не режем, ничего нет. Я ее обрезал, но низко обрезал. И я смотрю, она не успеет. Вот теперь я понял. И вы поняли? Теперь вторую надо обрезать не низко, а без... Да, вот сколько цветет. Вот. Только не выбрасывать вот эту, когда будете обрезать. Там будет ягода красная и такая. Вы берете, собираете и куда-нибудь на шифонер там в доме или где. Она высохнет, и потом чай заваривать. Ну, я тебя знаю, что такое сушеная малина. Я так купил его в Мариинской из лесной малины. Год был очень солнечный. Она вызрела. Она даже не красная. Из-за черной была запах. И знаете, что такое сейчас разница с посажем? Вот нам что нужно. Сухую малину. Вот сухую малину. Вот что нужно. Вот с руками будут рвать. Братцы малину собирают. Мама, как ты так быстро? А так, балками расшивай. А вот спину не разгибай. И ручками шевели. Не помню, балкай. Вот и все заповеди. Сборщика малины. И зиму поминай. Не только малины, а всякая ягода. Ну ладно, с Богом. Всем хорошего урожая. Жаркого лета. И приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok